На этом я передам микрофон Майю Осипову, и мы услышим, что для нас приготовила эта прекрасная женщина. Вот причина, почему я сюда езжу. Очень много комплиментов хороших. Все дарят комплименты. Потому что есть места, где тебя совсем не хвалят, и туда идти не хочется. А вот сюда ехать хочется, потому что тут хвалят. Поэтому хвалите друг друга. Конечно, вот Олечка талантливая, видите, стих написала, книгу написала. И иногда приходит такой, думаешь, ну ты совсем бесталантливый. Я к чему это говорю? Многие мне начинают уговаривать, у тебя тоже много талантов, зачем ты это говоришь? Но вот знаете, я о том таланте, что сколько бы я не тужилась написать стих, вот сажусь, и я тужусь, тужусь. Я беру листочек, я беру бумагу, говорю, господь, ну дай мне вот стих написать, это ж так круто. Вот Оля сейчас прочитала стих, это моя душа, так круто. Я сижу, стиха нет, книги нет. Ну и что делать? Стричь его. И что делать? Массажирую. И вы знаете? Слышать душу. Я знаю одно, что вот такую, как я есть, Бог мне все равно использует. И использует по всему миру, и использует для восстановления, использует в том формате, в том плане, который Он имел лично обо мне. К чему говорю? К тому, что мы абсолютно все разные. Абсолютно все разные. Но у нас есть то, что нас объединяет. Это те вещи, которые Бог имеет о нас. Расскажу вам секреты закулисной жизни. Когда мы планировали это мероприятие, Светочка любезно согласилась предоставлять нам помещение. Я сказала ей дату. Говорю, мы приедем. Я планирую ехать. Давай сделаем женскую встречу. Опять было так хорошо на прошлой. И Света делает. Я говорю, Света, ну сделай бэнер. Она делает бэнер и говорит тему. Ты знаешь, Майя, я забыла тему, которую ты мне говорила. Я ей написала. Тема будет вот такая. И я написала свою. Если что, переделай. И она пишет тему. Ты в сердце Бога. Я смотрю и думаю. Я уже не помню, какую я тему говорила. Но это мне нравится. Потому что я когда читала. Это вы по нам сделаете. И это слово было ко мне. Ты Майя в сердце Бога. Ты в сердце Бога. Я говорю, нет, тему менять не будем. И вы знаете, тему действительно менять не будем. Потому что это та тема, которая сегодня актуальна. Потерянность женщин приходит во многих сферах. Каждая потеряна по-своему. Кто-то не может найти себя. Кто-то не может найти себя как жена. Кто-то не может найти себя как мама. Кто-то не может найти себя в обществе социальном. Кто-то не может найти в обществе взаимоотношений с мужчинами. И женщина, она часто не может найти саму себя. И найти саму себя мы думаем, что мы никому не нужны. Когда мы не можем найти себя во всех сферах. Мы думаем, что мы никому не нужны. мы отвержены и у меня тоже такое было состояние особенно когда я проходила трудности и я спрашивала бог а что у тебя вообще в сердце что ты в сердце садились пожалуйста о чем ты вообще думаешь тут мы страдаем всех каждый по-своему ну типа ты куда смотришь бог что ты вообще в сердце и меня реально стоял вопрос несколько вот дней подряд я спрашивала бог открой мне свое сердце что в твоем сердце и вы знаете бог не замедлил и он не открыл прообраз есть бог открывает свое сердце через прообраз книги ветхого завета это ковчег что находится в ковчеге он по сей день есть ковчег находится в святом святых и что там ковчеге находится кто помнит их хорошо еще что еще три вещи три вещи находятся почему-то бог так решил а вы уже рассуждайте находится скрижали что такое скрижали скрижали сами по себе они написаны на камнях но почему-то везде они ассоциируются в такой форме как бы две половинки на на одной половинке преподается как бы заповеди по отношению богу на второй половинки преподается а нам предлагается свод правил по отношению к человеку вот это и есть сердце бога чтобы мы помнили что мы с богом всегда в завете мы не чужды ему и завет с богом не исходит от нашей инициативы завет бога с нами с человечеством по отношению прям как со мной вот с тобой с тобой лично это инициатива бога имеет завет с тобой то есть он сам первый протягивает тебе руку почему потому что он заинтересован в себе потому что он тебя сотворил он тебя соткал у него был план в разуме в сердце чтобы ты пришла на эту землю и все что нам нужно на этой земле все слов сход сводится к тому чтобы мы имели мир с богом имели мир друг с другом вот это есть скрижали это есть сердце бога это есть веткам завете это есть новом завете что наше служение это первое примиритесь с богом и примиритесь друг с другом второе мы часто думаем что мы оставлены богом потому что у нас недостаточно денег купить что-то у нас недостаточно денег поехать куда-то мы вообще иногда думаем бог за мы забываем даже что бог он заботится нас или нет и важно ли ему вообще сколько мне денег ошибки что мне в холодильник и бог говорит не это очень важно вы представьте такая тупая вещь манна небесная в чаше стоит по святом святых то есть прообраз сердца бога что это значит бог нам сегодня показывает она по сей день стоит что манна не просто так лежит фарфоровой чашки а в золотой чаши бог говорит этим что в моем сердце обеспечение твое что значило манна небесная во первых это сверхъестественное питание бога правда же вы помните когда манна небесная находилась это было сверхъестественно по естественному люди потребовали мясо бог об обеспечивал и питал их людям не нужно было даже трудиться сегодня очень много времени и сил люди тратят на что назад на заработать деньги чтобы пропитание купить правда же большинство у нас на что уходит на питание и на оплату жилья и бог этот прообраз обеспечения своего сверхъестественного золотом сосуде держит ведь мое обеспечение моя манна для тебя она драгоценно настолько что я это вам храню до сих пор в своем сердце просто часто наш взор на обычных приземленных вещах но не на сверхъестественном обеспечении бога потому что мы даже не знаем об этом что у бога в сердце наше обеспечение ему не безразлично что у тебя в холодильнике ему не безразлично что у тебя в кошельке ему не безразлично что у тебя в гардеробе ему не безразлично что у тебя в косметичке твоей что у тебя в аптечке домашней сегодня он позаботился об этом я привезла некоторым женщинам подарки косметику У меня много, я делюсь. Ксения привезла вам информацию о домашней аптечке. Бог позаботился. У него в сердце забота о сверхъестественном нашем обеспечении. Мы часто упускаем этот момент, что у Бога это в сердце есть. И второй момент. Очень часто мы чувствуем себя ненужными, бесполезными и неупотребляемыми. И у нас эта нужда есть в сердце нашем, что мы хотим быть нужными. Я недавно эфир делала, что мы естественное желание имеем, быть нужными. Нам везде нужно женщинам воткнуться. Кто-то больше говорит, кто-то меньше говорит. Но это не говорит о том, что одна хочет больше быть нужной, другая меньше. У нас всех одинаковое желание быть нужной. Поэтому мы ищем отношения, мы ищем друзей, мы ищем работу, потому что мы знаем, что мы хотим быть нужной, то есть реализованной. И мы даже не знаем, что до этого, до нашей нужности, есть дело самому Богу. Как это я поняла? Бог мне открыл. Третья вещь, которая находится в ковчеге, то есть в сердце Бога, который ковчег является прообразом, как мне Бог открыл свое сердце, это жезл Аарона. Девчонки репетировали. Моя, ты неправильно говоришь. Аарона. Аарона. Я вам что-то говорю. Аарона. Аарона. 2 А. Жезл Аарона. Что являлся жезлом, скажите мне? Высушенное дерево. Какое рассылу? Высушенное дерево. Что он делал? Ходил, опирался. Но сам по себе посох означал, что это высохшее дерево. И когда коснулся вопрос, от Бога ты или не от Бога призван, как-то многие хотят нас приземлить. Че ты, кто ты такая? Че ты говоришь? Че ты там выпендришься? Че ты лезешь? Ксения много раз говорит, что радио Америки или голос Америки, все ее хотели выключить этот голос. Но у Бога есть в сердце, чтобы его жизнь, чтобы вот этот высохший посох, когда касается твоего призвания, он дает тебе знамение. Если в тебе эта жизнь, то даже самое высохшее, оно что пробивается? Это невозможно убить. И сам Бог в Новом Завете имеет эту мечту о нас. Бог вынашивает в своем сердце мечту о тебе, о твоем призвании. Сегодня я говорю о призвании и о том, как найти саму себя, не потому что это дань моде и эта тема становится модной, потому что Бог, имея эту мечту в своем сердце о нас, о нашем призвании, о нашем обеспечении, о наших отношениях с Ним и с людьми, Он имеет это в своем сердце. И Он это открыл, в мое сердце положил. Как печать. Сегодня каждый из вас, женщины, которые соприкоснулись, и о которой Бог имел какой-то план или мечту, как печать положена на мое сердце. Ксения поэтому сказала так. Не для красного словца. Она сказала, мне кажется, даже Майя ночью не спит. Это правда. Я ложусь спать, просыпаюсь или встаю, у меня идет информация, у меня идут женщины, у меня идут ваши судьбы. Я знаю, что в вашей жизни происходит. Я уже знаю, что кто-то мне может позвонить и рассказать историю. Я как будто этим живу и дышу. Я не пишу стихи, я не умею красиво, может быть, выступить и не ораторски. Но у меня есть другое, как бы другое, что, бремя от Бога, или как сказать? Да, да. Дар от Бога. Не выслушать. Да. Это не бремя. И я звонила пастору своему, и говорю, пастор, что со мной происходит? Что это такое? И пастор мне сказал, у вас дар носить бремена друг друга. Нормально. И я заревела, думаю, господи, как ты благ. Ты дал мне дар, который написано, носите бремена друг друга, таким образом исполните закон Христов. То есть я сама, не зная, получая от Бога тот же дар, который делает меня жизнеспособной, делает жизнеспособными других людей. И плюс при этом я исполняю волю Божию. Но скажите, не прекрасный ли Бог, который заранее позаботился обо мне, об иссохшем дереве, чтобы вложить в меня тот дар, который и меня оживляет, и отношения с ним, и отношения с людьми, это уже танцует. Только плакала, уже танцует. Прелесть. Божественная жизнь идет. И вы знаете, вот эта божественная жизнь, она пробивает. Ее невозможно убить. Меня пытались закатать в асфальт, убить, убедить, что я неправильная, что я плохая, что я вообще хуже меня нет. Дьявол пытался истереть мою жизнь, убить, растоптать, закрыть рот по-своему, не так, как Ксении, а по-своему, своими методами. Но та божественная жизнь, которую Бог вложил в меня, она расцветает на этом иссохшем, на иссохшем этом дереве. Ее невозможно растоптать. И она приносит плод. И эту жизнь Бог дал для вообще, для полной полноты счастья. Поэтому я с радостью принимаю, что я счастливая, я успешная. И я знаю, что это выбор каждой из нас. Поэтому провожу классы, провожу консультации. Поэтому открываю этот бизнес, который не для меня. И даже не для вас, а для того, чтобы божественная жизнь, она проявлялась через меня. Я просто позволяю Богу быть. Как он сказал, я сущий, я существующий. Я существующий, он существующий. Он проходит через нас, через каждую из нас. И все, что нам нужно, просто быть в той атмосфере, которая активирует эту божественную жизнь, эту силу божественную. И эта сила божественная может проявляться, если мы будем позволять, даже в любых обстоятельствах. Вот женщины в стесненных обстоятельствах скажут, что ее спасать надо. А она тут уже думает о спасении мира. Понимаете, что делает жизнь божественная внутри нас? Потому что ее невозможно убить никакими обстоятельствами. И есть хорошая-хорошая новость сегодня. Самые стесненные обстоятельства, самые, какие мы думаем, мы грехи, и Бог нас за это что-то наказал, или не любит, или это нас разъединилось, и Бог за нас забыл. На самом деле, это не плохие обстоятельства, а очень вот такие супер благоприятные, потому что через них и явится сила Божия. И для этого мы это проходим, потому что мы сможем это пройти, и активировать силу Божию, и понимать, и сострадать. В общем, все классно. Понимаете, что в сердце Бога? Пустить свою жизнь божественную через иссохший посох и привести к тому, чтобы мы стали служить.